Театр 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 – это зеркало своего народа, театр – это трибуна, откуда актёр общается напрямую со зрителем, с глазу на глаз. Театр Дагестан – страна гор, суровые люди, суровые нравы, издревле живущие по своим собственным законам. Ещё более ста лет назад здесь появилось такое понятие, как театр – театр жизни, рождённый из боли и радости народа. Он создавался на основе народного фольклора, Родился из плача и смеха, из героических сюжетов о национальных героях и маленьких людях. Как и в любом другом обществе, театральные представления зарождались как сатира на несправивость власти, на жадность богачей, на лживость и подлость. Человечество, обреченное молчать, вынуждено искать какие-то способы рассказать о своей беде. И насказательно, на примере придуманных персонажей, они старались доносить свои мысли до народа. Театр во все времена был рупором, трибуной, а в то время единственным источником информации. Что такое театр, зачем он нужен? Видимо, театр нужен. И мне кажется, что в те далекие годы, когда начиналось зарождение национального театра, оно приобрело, наверное, необходимость. Почему? Потому что была какая-то перестройка, революционный период, после этого установления советской власти, уже создание государства Советского Союза. И с этим возрождением целиком государства возрождалась каждая нация, каждый регион, каждая республика. И, видимо, вот само возрождение, вот этот процесс, идущий процесс, жизненный процесс, установление государственности, она и дала, видимо, толчок, необходимый толчок для развития культуры. Театральные представления разыгрывались на праздниках, на свадьбах, на базарах. Нет даже капли сомнения в том, что устроители этих представлений подвергались жестоким гонениям как со стороны религиозных деятелей, потому что лицедейство противоречило религиозной морали, так и со стороны власть имущих. Но разве можно заткнуть голос народа? Театр для простого зрителя был единственной отдушины и местом, где они могли посмеяться и поплакать. Театр в Дагестане был всегда и до рождения профессионального театра. Это был народный театр, массовый зрелищный театр, который жил в обрядах, во всевозможных празднествах народных. Там не было деления на актеров и зрителей. Там все было вместе. Театр мог возникнуть на площади, когда люди собирались. Из них выделялись те, которые были способны перевоплощаться, привлекать внимание массы и рождались. Потихонечку возник, выделился цирковой театр, цирк в Дагестане. Выделялся кукольный театр Нины, где куклы и танцевали, и могли диалог вести между собой. Деревянные куклы, которые дергали за веревочку, и они приводились в движение. За них, говорил человек, и создавалась такая драматургия театральная. Или когда совершались головокружительные номера на канате, наверху, для того, чтобы как-то подготовить к этому и привлечь к этому внимание, на земле возникали одетые в маски вывореченные шубы, покрашенные там естественным цветом то свеклой, то разными красочными веществами природными, и лица, и руки, и одетые рога, рогатые маски были. Эти маски привлекали к себе. Маски не были безобидными. Они постепенно приобретали сатирический характер. Говорили о недостатках в обществе, в семье, в управлении. Поэтому они вызывали разнородное отношение. Народ уважал, любил, ждал этой маски. Конечно, властные мучи не терпели их, и возникали даже запреты. Поэтому, когда в 1906 году появился первый в Дагестане театральный крушут, жоп национальный в Ахтах, в Лизинском районе, Ахтынском, то театр, который ставил этот спектакль, это были люди-энтузиасты, люди, которые, одни из них видели театр в Баку, на нефтяных промыслах работали, возвращаясь. Они хотели наподобие этого создать у себя. Другие, значит, хотели, потому что в них жило это желание лицедействовать. И создавали спектакли, спектакли, в которых поднимались очень серьезные социальные вопросы, политические вопросы. Поэтому много раз этот кружок запрещался. В предреволюционный период в Дагестане начинает свою работу молодежная организация. Они ведут не только агитационную работу, но и занимаются культурным просвещением народа. После революции эта работа активизируется. Наряду с открытием школ открываются и самодеятельные театральные кружки. Или в конце XIX века в Дагестане, когда после того, как был пленен Шамиль, по Дагестану были расположены русские воинские части. Там, где эти части были, возникали театральные представления, которые разыгрывали солдатами и офицерами русских частей. Что там играли? Они играли по воспоминаниям. То, что увидели в центральных городах или в российских городах на спектаклях русских театров. Сценки. Возникали сценки из классических произведений, Гоголя, Пушкина и так далее. И на этот спектакль попадали и дагестанцы. Потихонечко стали наподобие этого возникать кружки в Дагестане. Возник кружок в 1914 году в Кумухе, премьерой первой дагестанской законченной, зрелой пьесой, пьесой Гаруна Саидова, революционера и патриота, поэта, которая называлась «Лудильщика» Алаичита Палакский. Возник кружок такой же в Хасавьюрте, там Чонпан, утренняя звезда. Возглавливали тоже революционеры, Батыр Мурзаевы, отец и сын. И у этого кружка было много тоже просветителей кумыкских, которые, Бейбулатов и другие, которые тоже поднимали именно социальные вопросы. Театр подспудно, из-под вон, жил всегда в народе Дагестана. В театрах до того времени играли только мужчины, и приход в них женщин, девушек, влёк за собой множество возмущений, а иногда доходило и до семейных трагедий. Понимаете, да в то время женщины, значит, они не выступали, их не допускали, и все женские роли играли и на мужчины. Такого условия не было, скажем так, транспорта не было. Не было, вот поехать в Сирене, начать в Ермейский район, в Тавасранский район, сюда, в Пабличка, здесь все время остались, в Ахтынский район. Они в то время ехали на этих арбаках, мучения, ну, какие-то там были лампы, какие-то свечи, представляете ли, каким трудом они пользовались уважением, чтобы народ ушел, кормили их, кстати, их и в домах содержали, в то время никаких гостиниц еще. Так не было же никаких гостиниц, ничего, и вот так Турский театр работал. Сложный путь созидания стоял перед теми, кто был пионером профессионального театрального искусства в Дагестане. В тяжелых условиях, на подводах, они добирались до высокогорных сел, до самых крайних точек Дагестана. Маленькие самодельные подмостки освещали керосиновыми лампами и давали свои представления. Они несли с собой святую миссию просвещения. Они открывали для народа классиков мировой драматургии. В это же время появляются первые дагестанские драматурги, такие как Батармурзаев, Саидов, Муратов, Чаринов, Пашаев, Цадоса и другие. Вообще обряды дагестанские, от рождения ребенка до смерти, все это насыщено театральными действиями. Только не было у этого театра ни драматургов, ни летописцев. Он жил всегда в народе. И тогда, когда объявилась победа Октябрьской революции, в первых декретах советской власти было зафиксировано создать национальный театр. Как говорил Островский, театр вместе с университетами, с библиотеками есть признак совершеннолетия нации. В 1935 году стал работать русский театр постоянной труппой. А так театр возник в 1925 году. И для создания этого театра была проделана очень серьезная работа. При театре была открыта студия для подготовки актеров национальных театров. В 30-е годы, после открытия Кумыгского, Аварского, Лесгинского, Лакского театров, начинает развиваться современная драматургия, основанная на материале народного фольклора, отображающая жизнь горцев до революции. Создаются пьесы на историко-революционные темы. Драматурги обращаются к событиям современной жизни. Появляются уже профессиональные пьесы на темы революции, новой жизни, борьбы народа с угнетателями. Авторы этих пьес – Салаватов, Хуршилов, Алиев, Аджаматов – закладывают основы профессиональной и национальной драматургии в Дагестане. В это же время в республике появляются первые профессиональные актеры и режиссеры. И в 1926 году открывается театральный техникум, куда набирается более ста человек. Но в течение года отсеялись те случайные люди, которые попали в этот кружок. Вначале студию, потом театральный техникум, театрально-музыкальный техникум. Они были с музыкальным училищем в одном помещении. То уезжали в Буйнакск, там с помещением было очень трудно. То приезжали в Махачкану, здесь занимались. То при русском театре. И в конце концов, в 1930 году состоялся первый выпуск театрального техникума для Кумыкского театра. Потому что в основном были студенты кумыкской национальности. Более того, в те годы кумыкский язык был как межнациональный язык. Многие национальности говорили на кумыкском языке. И очень многие были там не кумыки, которые говорили по-кумыкски и играли. Поэтому первые годы работы Кумыкского театра много было среди артистов Кумыкского театра и национальных артистов, которые прекрасно говорили на кумыкском языке. И вот с 1930 года стал работать Государственный Кумыкский театр, как профессиональный театр. Время было очень тяжелое, трудное, голодное, раздетое, разрушенное. Хозяйство не могли этого сделать. Поэтому из тех кружков, которые имелись на местах в Кумухе, в Ахтах, Хунзахе, в 1935 году были государственным специальным указом обкомок ВКПБ и Савнаркома Республики, эти три театра, театральных кружка, любительские театры были названы государственными театрами. Они долгое время работали без профессиональной подготовки, по наитию создавали многое. Они были там, конечно, были талантливые люди, по природе одаренные люди, поэтому получались их спектакли. Не было ни режиссеров профессиональных, не было ни актеров профессиональных, не было драматургии. Очень с большими трудностями переводились классические русские пьесы на национальные языки и ставились. Это тоже была своего рода школа. На хорошей драматургии учились играть хорошие сектакли. Особое место в истории Дагестанского театра занимает великий режиссер, педагог Гамит Алиевич Рустамов. Появились уже профессионалы в лице Гамит Алиевича Рустамова, который был первый профессиональный режиссер в Дагестане с высшим театральным режиссерским образованием, который возглавил этот театр, организовал первых актеров в студию, воспитал их, создал театр. Это были знаменитые люди, перед которыми все преклонялись. Барья Тмурадова, Алим Курумов, Тажетин Гаджиев, Амир Курбанов, Маса, Лига Миниди, Магомедова Хайба, Казим Магомедова Хайба. В общем, организовалась целая студия, окончил, которые стали артистами и приобрели популярность у своего народа. И театр стал популярным. И вот эти люди, правда, в очень трудных условиях. Народ еще не понимал, народ не воспринимал театр, как сам театр. Почему? Потому что все же религиозный период. Религиозники видели это по-своему, другие люди видели по-своему, и театр выживал в очень трудных условиях. Артисты находились в ужасном положении. Гамит Алиевич Рустамов стоял у истоков зарождения практически всех театров Дагестана. Ставил спектакль во всех дагестанских театрах. Он поставил и у Лакцев, и у Кумыков, конечно, и в Русском театре. Он ставил и даже работал в одно время в Русском театре режиссером. Более того, он в 50-е годы уезжал из Дагестана, работал несколько лет во Фрунзе. Более того, Гамит Рустамов был человеком, который не только умел работать с драматургами, привлек большую группу талантливых драматургов, пишущих, как он создавал первые спектакли, когда пьесы не было. Тот же Алим Паша Салаватов признавался, если бы не Рустамов, я бы, наверное, не написал бы пьесы, потому что он протягивал дружескую руку. Он работал по принципу того, что пьеса рождается в театре. Она создавалась вместе с театром. Приходят, приносят пьесу, где 120 действующих лиц. Где в театре найдут такое количество действующих лиц? Где сменяется через минуту картина, и совершенно другой поток людей там. Это то, это же не кино. И вот так появляются пьесы, которые стали сценичными, где есть движение, где есть действия, где не просто идут разговоры, где нет повествовательности, а есть действенность. Потому что Гамид Рустамов знал сценические законы. Поэтому он и сам написал пьесы, которые с успехом шли не только на сцены Кумыгского театра, но и на всех сценах дагестанских театров шли пьесы Рустамова. Он создавал по законам театрального искусства, театральной драматургии и свои пьесы, и от драматургов требовал этого. Основным правилом работы Гамида Рустамова была беспрекословная дисциплина. Он утверждал, что только такой жесткой дисциплиной и трудом можно достигнуть высот мастерства актера и режиссера. Жесткий, а по некоторым источникам даже и жестокий, этот человек относился ко всем очень требовательно. Но еще более требовательно он относился к себе. В какой момент? Скажи, я найду спец. А вот ты ничего не делаешь. Ничего я не делаю. Бизнес-серену ходишь, репетируешь, через губы разговариваешь, а как сердце у меня ничего не делаешь. Я это сейчас, пожалуйста, пожалуйста, сделаю. А ну давай, 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 давай повтори. А ну возьмите более сильнее. А с меня в сердце сперосадит. Ой, трещит голова, просто не знаешь. Ничего, ничего. Я тебе порошок отдам, потом выпишу, успокойся. Он жестоким не был, он был жестким, он был требовательным и прежде всего к себе. И всегда был в форме, всегда приходил в сихолочке одетой, всегда вовремя, за несколько, за пять, за десять минут до начала репетиции и не позволял никому опаздывать. Он требовал, чтобы все выкладывались до конца, не просто проговаривали текст, а видели, что за этими словами, образ видели, создавать. Поэтому возникло такое количество спектаклей у Кумыкского театра, которые прожили не один десяток лет. Такой спектакль, который был поставлен Рустамом Айгази в 1939 году. Или Малана Среддин, единственная пьеса, артиста и ставшего классиком драматургии Магомеда Курбанова, который погиб на фронте. Малана Среддин. Прожил спектакль этот в сорок с лишним лет. Про меня сменилось несколько поколений актеров. И все создавали по образу и подобию тому, что было сделано Рустамовым. Айгази стала Кумыкской классикой, которая, я считаю, я не первый раз это повторяю, что это наподобие Евгения Амнекина Пушкина, которая стала энциклопедией русской жизни. Я считаю Айгази энциклопедией Кумыкской жизни. Дагестанский театр менялся, соответственно, времени, в котором он существовал и творил. В 50-х годах начался расцвет и подъем. Параллельно с дагестанскими пьесами на сцене появляются шедевры мировой классики. Шекспир, Мольер, Кальдерон, Лопе де Вега. Появляются целые студии, получившие образование в ведущих театральных вузах Советского Союза. Многонациональный театр получал не только актерские труппы через студии. Например, Дагестанский театр, который собирались открыть еще в 30-е годы, открылся только в 1961 году. И первый выпуск Ереванского театрального института стал основой и группой, вокруг которой стал разрастаться актерский коллектив Дагестанского театра. Более того, Щукинское училище выпустило в 1962 году Кумыкскую студию актерскую, куда вошли такие известные, хорошо зарекомендовавшие себя актеры, как Инесса Кругумова, народная артистка России сегодня, как Айгум Ильдарович Айгумов, народный артист России сегодня в Кумыкском театре, художественный руководитель. Как Ислам Казиев, сегодня он работает и заведующим кафедрой актерского отделения Дагестанского государственного университета, но и работает главным режиссером Кумыкского театра, ставит спектакли в других театрах, играл и как актер первые годы после выпуска студии. Стали выпускаться студии для Аварского театра, Тбилисском театральном институте, Киевском театральном институте. Ленинградский институт театра музыки и кинематографии выпустил студию для Даргинского театра в 70-е годы. Таким образом, лучшие театральные кадры тагестанских театров подготовлены в лучших театральных музыках с нашей страны. Несколько выпусков было актерских кадров для Кумыкского театра. И сегодня основа этого театра составляют актеры, подготовленные, получившие профессиональное образование. Сегодня в Дагестане 9 национальных театров. Русский, Кумыкский, Аварский, Даргинский, Лакский, Лизгинский, Азербайджанский, Табасаранский и Ногайский. С ними вместе наравне работают театр кукол и театр оперы и балета. Каждая народность имеет возможность смотреть спектакли на своем родном языке. Все эти театры работают в полной мере, имеют свои цеха, творческие разы. Сегодня в творческий состав театров вливается молодая поросль. Сегодня в связи с изменившейся ситуацией, конечно, стало трудно готовить массовым порядком в центрах театральных актеров для наших театров. И поэтому открыли актерское отделение при Государственном университете. Но несмотря на то, что трудно, многие наши выпускники актерского отделения нашего университета получили образование и переподготовки в центры. Есть наши выпускники, которые сегодня работают режиссерами, актерами, художниками. Люди, получившие не только образование в республике, но и получившие второе образование в центре и ставшие высококвалифицированными специалистами. Молодежь, которая в 70-е-80-е годы делала первые шаги по сцене, сегодня превратилась в корифеев. Сегодня в каждом дагестанском театре есть талантливые артисты, которые заслуживают отдельного разговора, отдельного фильма и огромной любви своих преданных зрителей. Лучшие театральные традиции передаются из поколения в поколение. Они подхватывают друг друга и по принципу единого звена не дают этому великому творению под названием театр исчезнуть и раствориться в нашем беспокойном мире. Продолжение следует... Продолжение следует...